4 ноября в России отмечается День народного единства. Несмотря на молодой возраст, а празднику всего 15 лет, он стал одним из самых любимых в стране. По данным Федеральной службы государственной статистики, в Ненецком округе проживают представители 75 различных национальностей. Из них самые многочисленные – это русские, ненцы и коми. Сегодня мы попросили их поделиться интересными семейными традициями. Любовь Пермякова продолжит. Она бывает с косыми рукавами, либо там еще другой немножко покрой бывает, сарафан это обязательно. Надежда Кошева показывает нам народный костюм, который шила специально к празднику для дочери. Для женщины День народного единства – особый день, ведь она руководит общественной организацией «Русский дом». Я родилась в Вологодской области, и соответственно, все вот эти русские традиции, они были привиты еще с рождения, то есть вязание, плетение, вышивка. Надежда Вячеславовна через русское народное творчество объединила сотни окружных ребятишек и взрослых разных национальностей. Например, на мастер-классах по валянию в прошлом году был полный аншлаг. То есть валяние – это такая вот мягкая овечья шурстка. Буквально можно за полчаса сделать. Еще одна хранительница традиций, но уже комик культуры – Полина Валей. Методист этнокультурного центра специально для нас достала из бабушкиного сундука семейную реликвию в старинный наряд. Например, гипсовой шали более 150 лет. Еще есть такой интересный факт, что мужья очень часто говорили своим женам, что эти шали из Турции, из Ирана, хотя производились они у нас в России, в Московской губернии. Но женщины передавали это своим подружкам. И в итоге, когда мы спрашиваем у бабушек, откуда у вас это шали? Это из Турции, из Ирана. Коллега Полины – представительница ненецкой культуры Светлана Вокуева тоже бережно хранит традиции. Особенно устное народное творчество. Ненецкие песни и сказки этой семьи стали настоящим открытием. «Недавно я рассказала сказку. Я-то думала, что эту сказку знают уже многие, потому что мне рассказывали ее дома бабушка, родители. И буквально недавно я ее рассказала, что были в этнокультурном очень удивлены и поражены даже этой сказкой. И они сразу опубликовали ее в журнале «Пунушка». То есть эта сказка теперь у меня есть в журнале». 4 ноября сотрудники этнокультурного центра в очередной раз встретятся с представителями национальных организаций и землячеств. Мероприятие пройдет в стойбище «Вы». Праздник «Венок дружбы» в этом году из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса будет не такой масштабный. Но без поздравлений уж точно не обойдется. Что могла бы пожелать жителям Ненецкого округа? Чтобы они были счастливы и никогда не болели. Дорогие друзья, поздравляем вас с Днем Народного Единства. Желаю счастья, удачи и всего самого хорошего. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.